Привет, друзья! Сегодня маленький ролик по вопросам страхования для новоприбывших на первый срок. До тех пор, когда, объясню для тех, кто не знает, что как только вы приезжаете, пока вы оформляете документы, пока оформляется ваш медикер, то есть медицинская страховка государственная, проходит три месяца в среднем. И это время вы должны быть каким-то образом застрахованы. То есть, если в случае каких-то экстренных что-то вдруг заболели, или вам необходимо обратиться в скорую помощь, то чтобы вы были покрыты страховкой, чтобы все оплачивалось. Так вот, это страхование для новоприбывших. Обычно оформляются частными фирмами, их есть очень много разных. Вот. И я бы хотела вот так вкратце рассказать про условия. И в среднем, как бы, какие-то тарифы общие, опять-таки, тарифы могут быть разные, могут меняться от фирмы к фирме. Плюс у меня, конечно, данные, скажем так, 2012 года, это когда мы приезжали. Вот. И поэтому, как бы, берите это в расчет. Значит, страховка такого рода оформляется не только для новоприбывших, но и гостей. То есть, это типичное, оно однообразное. Еще хочу добавить конкретно этой страховки. Мы говорим, опять-таки, про Квебек. В Квебеке эта страховка будет у вас работать в течение трех месяцев. Вот так как вы произносите три месяца, так это и понимается три месяца. А в провинции Онтарио, например, это работает 90 дней ровно. Вот. То есть, я вам приведу пример, что если, допустим, вы приезжаете там, допустим, 29, 30 или 31 числа какого-либо месяца, то есть в конце месяца последние дни, то вы уже как будто бы целый месяц прострахованы, понимаете? Хотя у вас на самом деле только лишь два дня вы будете находиться. Таким образом вы сокращаете время получения государственной страховки. Хотя, вот, допустим, в Онтарио, это в Квебеке, а в Онтарио вам придется ровно 90 дней выждать до того, чтобы получить. Вообще в каждой провинции как бы свои правила. Я могу вам, опять-таки, больше всего я знаю про Онтарио и Квебек, но как бы на этом примере можно понять, что каждое место со своими законами. Итак, данный вид страховки, о котором я сейчас буду говорить, подразумевает обращение в госпиталь, то есть в основном. Это как бы лучше всего работает там. В отделении emergency, то есть это когда срочно, неотложный случай. Экстренное обращение, связанное с каким-то изменением нормального состояния здоровья человека. То есть это не значит, что вы пришли и сразу начали лечить какую-то хроническую болезнь. А вот вдруг что-то там, не знаю, ну не дай Бог, сердечный приступ, там ребенок упал, что-то там сломал, расшиб. То есть вот какие-то такие вещи вы обращаетесь в экстренную помощь. Если человек хочет просто обследоваться, да, то эта страховка не покрывает ничего. Также можно обратиться в частную клинику. Но там практически нет аппаратуры какой-то, которая обследует вас так, как необходимо. Поэтому у вас все равно из клиники, если у вас более что-то серьезное, скажем, а не какой-то там грипп, то вас отправят в госпиталь к специалистам. Но это только лишь, если, опять-таки, повторюсь, не на проверку, а на какое-то вот обострение. Что-то срочное тогда происходит. Допустим, вот здесь я хочу обсудить также зубное покрытие. Вот зубное покрытие это только при экстренном воспалении. То есть покрывается только снятие боли этой страховкой. Если откололась пломба, то вот это не покрывается уже. Если вам надо срочно пломбу сделать или там нерв удалить или что-то такое, то это никак не покроется, вы заплатите со своего кармана. То есть вы, в общем, заплатите только лишь за снятие боли. При визите к донтисту и лечении состояния воспаления врачом вам будет выписан счет, состоящий из нескольких вещей, из нескольких частей. Вот, например, вскрытие пломбы, снятие воспаления, пломбирование вылеченного зуба. И так компания, когда вот увидит вот эту сумму, как она разделена, покроет только лишь ту сумму, которую она может покрыть по вот этому чеку. То есть, по-моему, где-то у нас было в районе 600 долларов за все время страхования полиса, то есть в течение трех месяцев. То есть, если у вас сегодня заболел зуб, и вы его сделали, и покрыли вам 600 долларов, а завтра заболел у вашего мужа или супруги, то все, там уже идете со своего кармана все. Если при несчастном случае, допустим, был потерян зуб, то компания платит, значит, его реставрацию или лечение максимум до 4 тысяч долларов за несчастный случай, я подчеркиваю, то есть это случай несчастного случая. Дальше лекарства. Лекарства, которые выписаны на бланке врачом, то есть рецепты, да, грубо говоря, покрываются страховкой на 100%. И это, естественно, при отсутствии франчизы. То есть вам не нужно иметь какое-то личное участие в оплате лекарств. С первого доллара вам возвращают, абсолютно покрывают все лекарства. Потому что, допустим, я немножко отклонюсь и скажу, что когда вы уже будете работать здесь в Канаде, и у вас будет страховка от работ, дополнительная страховка, то часто в этих страховках есть франчиза. Франчиза – это когда есть какое-то ваше личное участие, и после него только вступает уже в силу страховка. То есть, допустим, у вас есть франчиза в год на 100 долларов. То есть вы начинаете год, и первые 100 долларов вы оплачиваете со своего кармана. А со 101 доллара уже вступает в силу страховка, и все покрывает, вы уже ничего не платите. Так вот, в данном случае вот этой франчизы нету. В случае лекарства, которые выписаны врачом. Так, значит, что еще? Ну, мы не хотим об этом говорить, но, допустим, транспортировка в случаях со смертью человека, значит, страховка включает на себя покрытие транспортировки тела за исключение стоимости гроба. Ну, это мы уже так немножко даже можно с юмором воспримем эту информацию. Там есть еще кое-какие данные. То есть, допустим, когда вы будете подписывать страховку с агентом, то у вас будет расписано этот пункт, сколько стоит. И, в общем, прайс-лист будет дан полностью. Теперь очень хочу внимание такое привлечь беременным. Беременность — это не болезнь. И это уже не шутка. И она не покрывается данной страховкой вообще никак. Имелось в виду то, что если вы новоприбывший беременный иммигрант, новоприбывшая, то по закону Квебека, например, опять говорим только про Квебек, с первых дней вы имеете право на медицинское обслуживание. То есть, у вас не нужно вот этого три месяца ожидания ждать. То есть, вы сразу уже можете получать обслуживание, связанное с беременностью, то есть, ведение беременности и роды. Я тут еще хочу такое сказать, что все частные УЗИ разнообразные и всякие экстра проверки, которые вы хотите делать, это все страховка не покрывает. Только ведение беременности. То есть, визит к врачу раз в месяц, который там посмотрит, что все нормально. И если непосредственно сами роды как бы в больнице, это будет покрыто. Что нужно для этого сделать? Для этого при оформлении карточки МАЛАДИ, это карточка, которая в Квебеке МЕДИКЕР, когда вы приезжаете, буквально в первую неделю выходите, это все оформляете. Вот если вы беременные, то вы сообщаете об этом офицеру непосредственно, и вам дают письмо, с которым вы должны встать на медицинский учет по беременности. Вам также могут дать списки врачей, возможно, вы можете поинтересоваться и заранее уже, значит, заказать себе очередь там, еще находясь на родине. Но это уже как бы другие немножко подробности. Ну вот я хотела так в двух словах рассказать вам о страховании для новоприбывших на первый срок. Вот, фирм есть много абсолютно, и могу вам сказать, что плюс-минус они все покрывают одно и то же. Единственное, что цена, конечно, у них может быть разная, но, опять-таки, цена тоже не будет драматично отличаться, то есть друг от друга. Выберите тех, того агента, с которым вам будет удобно работать, выберите, допустим, русскоязычного или там ивритоязычного, кому что удобно, здесь есть на любой вкус, потому что покрывают, опять-таки, они одно и то же, а цена, ну, не намного может отличаться на копейки. Так что удачи всем новоприбывшим. Пока-пока и будьте здоровы!